Всех приветствую! Сейчас поиграем в игрушку под названием John Wick. Сделана она в стиле ретро игрушки. Графика схожая с графикой, как раньше была она Дэнди. Такая же пиксельная. Для тех, кто не в курсе, John Wick на данный момент это фильм такой. Вышло уже три части. Первая часть John Wick вышла в 2014 году и фильм рассказывает о бывшем наемном убийце. Причем это супер профессиональный наемный убийца, который отошел от дел и женился. Но в результате истечения обстоятельств его супруга умирает. При этом перед своей смертью она успевает подарить John Wick собаку, которую зовут Дэйзи. Но далее John Wick на заправке встречает бандитов, которые пытаются выкопать у нее любимый мустанг 1969 года выпуска. Джон отказывает в этом. Бандитам же это не нравится. Они ночью приходят к нему домой, убивают его собаку, гоняют машину и его самого чуть не убивают. В результате чего John Wick находится в бешенстве и в ярости. Он вспоминает все свои навыки наемного убийцы и начинает мстить. Кстати, бандюги являются вроде сыном какого-то русского мафиози и в результате многочисленных смертей бандитов, Джону Уику все-таки удается настигнуть этого негодяя, который убил собаку, Джона Уика, и угнал машину. Вторая часть фильма Джона Уика вышла в 2017 году. Тут уже сначала нам показывают, что как бы находится некий человек, у которого у Джона Уика есть должок к этому человеку и человек как бы говорит Джону, что тот должен убить человека. Если Джон этого не сделает, то он нарушит кодекс чести наемных убийц и то есть как бы он уже станет, его можно будет наказать. Джону Уику приходится взяться за выполнение этого заказа, но он как обычно в ярости, после того как он приводит в исполнение этот заказ, он находит этого самого человека, который заставил его выполнять этот заказ и убивает его в гостинице Континенталь. А этого делать в гостинице Континенталь нельзя, так как гостиница Континенталь является как бы местом, где все вот эти вот убийцы, наемные бандиты, запрещено в этом месте убивать людей и вести как бы свои дела. В результате этого Джон Уик становится экскомьюникадо, то есть он становится вне гильдии убийцы и на него за его голову назначается цена за убийство. И на этом как бы вторая часть фильма заканчивается, где он начинает убегать от людей, которые собираются на него охотиться. Третья часть фильма Джон Уик под заголовком Парабеллом, что переводится как «Хочешь мир и готовься к войне», по-моему, с латыни, вышла в 2019 году. Особенностью этого фильма является то, что здесь, в гостинице, были такие актеры, как Холли Берри, а также знаменитый мастер восточных единооборств Марк Дагаскес. Фильм продолжается ровно с того момента, где завершилась вторая часть. Джон Уик пытается убежать от толпы наемных убийц, которые жаждут награду за его голову в 14 миллионов долларов. На него начинает охота армия самых жестоких и профессиональных убийц. Каким-то чудом Джону Уику удается найти самого главного человека, который ответственен за вот это вот, за все это братство братьев-убийц. И у него он как бы с ним договаривается. В результате чего Джона Уика снимает статус excommunicado. Теперь уже за ним не охотится, но взамен этого Джона Уик будет привести в исполнение заказ на самого главного главаря гостиницы Continental. В результате некоторых действий Джон Уик отказывается убить главаря гостиницы Continental. И зря он этого не делает, так как в конце фильма Джона Уика скидывает вниз с крыши этой самой гостиницы Continental. Джона Уика подбирает прислужники Морфеуса. Конечно не Морфеус, но там редактёр, который Лоуэнс Фишборн. И на этом заканчивается третья часть и уже анонсирована четвёртая часть. Ну как бы уже сейчас давайте приступим к самой игре. Сюжет, как я понял, в этой игре не соответствует с сюжетом фильма, там какой-то совсем другой сюжет. И давайте уже начинать играть. Ну а теперь поиграем в саму игрушку, которая сделана в 8-битном стиле, в стиле Dendy. Сделана она фанатами фильма Джона Уик, или не знаю, какими-то фанатами она короче сделана. Управление короче вот такое у меня, ставим WSAD, потом выстрел на стрелочку влево и прыжок на стрелочку вниз. Это всё, что умеет Джон Уик. Потом графика такая вот. Музыка вся включена. Начинаю играть. Всего в игре 5 уровней. Игра сложная и хардкорная, поэтому для того, чтобы получить удовольствие, не буду слишком задротствовать и пройду её на изи. Вот так выглядит персонаж Джона Уика. Умеет стрелять. Умеет прыгать. Также умеет пригибаться от пульп противника. И когда он вот так сидит в приседе, то нажимаешь когда один раз на выпере, он резко поднимается и опять садится вниз. Враги тут могут быть как сверху, так и снизу. А также забыл сказать, что он ещё умеет стрелять по диагонали. Главное тут пасть к игре, вовремя приседотать пульп и уворачиваться также от пульп. Иногда враги не могут быть сидеть наверху, например. Сейчас будет вот тут на вышке. Зараза. 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 Здоровье. Джона Уикаен тут не восстанавливался, но есть чекпоинт. И после смерти возраждаешься на каком-то чекпоинте, если до него дошёл. Гейм огора как такового в игре нету, но есть только у периода. Чекпоинт. Если прожёл до какого-то чекпоинта, то при смерти возраждаешься на этом чекпоинте. Галень. 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 Да-и, лучше не спешить. Так, первый пост с вертолета. Все, у меня осталось одно попадание. Готов. Пробуем еще раз. Забываю, что он из приседа поднимается и из-за этого ракету славливаю. Немножко забыл, как его убивать, но он ничего страшного. Так, он оказывается легким был. И вот уже второй уровень. Едет тут машина какая-то. Кстати, игра не такая уже и линейная. Есть некоторые. Будут типа головоломок, как дальше пройти. Например, здесь. Интересно, смогу-то обвыкнуть или нет. Нет, не смогу. Если стрельнуть по этой красной штучке, то она будет устраивать. И вот она засыпала противника. Ай-ти. Машина. Это вертолет. Прикол в том, что... Ай-машина. Вот из-за этого укрытия он меня не достает. Но главное не напороться на машину. Есть, готов. Вот она машина. Когда вертолет был сейчас сверху, на меня нападал, вот эта вот платформочка, она мне дает пулям попадать по мне. И получается, лучше всего стрелять по вертолету вот так. Да, кстати, не помню, говорил я и нет, но эта игра совершенно бесплатная. Можно ее скачать. Если хотите. Да, и еще, если подойти к противнику со спины и сделать выстрел, то он убивается с этого раффа. Упс. Ну ничего страшного. Тут есть чекпоинты. Зря я это сделал. Теперь придется упасть вверх. Я не знаю, что произнесло. И вот так вот игра состоит из таких разных больших головоломок. Например, нельзя взрывать вот эти платформочки. Если я их взорву, то дальше по уровню не смогу пройти. А, сейчас будет вертолет. Вертолет готов. Здесь тоже платформочку нельзя было взрывать. Если я ее взорвал, то бы я улетел вниз. Эть! Вертолет готов. Попробуем. Ладно. Ничего страшного. Game over в игре нет. Можно пробовать сколько хочешь. главное уже не успеть пригнуться так походу это на следующий уровень да это вот уже перешли к третьему уровню немного меня покоцали странно как я убил но еще был способ его убить подойти со спины и кикнуть один раз выйдут он кидает бомбочки кстати вот идет как бы не стреляешь здесь нужно не попасть под пули и уберу штучку красную для нее дотронуться когда пушка вот эта выключается идем дальше здесь примерно то же самое это на улице тоже ходит опять вот эта красная штучка внизу, под ней если стреляешь, то потолок будет падать, но нужно быть еще под вот этой платформочкой, чтобы потолок самого Джона Луика не приберет, вот так вот делаем, оп, сейчас если там еще какой-то быстрее Держи они. Здесь. Ещё что-ли они? Бедный пакет сломал. Похоже там опять эта пушка. А, вертолёт. Но его легко убедить. Просто стреляешь из-за укрытия и всё. Так, какого-то я не помню. Сейчас вот будет один такой сложненький момент. А, да, вот этот. Нужно подождать и быстро, когда он будет. Ай, здорово. Уже увидел меня. Да, лови пули мою. Лови пули. Ну, почти лови пули. Всё. Вот этот вот стрелок, который стоит сверху. Его нужно убить. Как за один уган. Иначе он согрится на меня. И вот эти вот все красные ящички при падании не взорвутся. И я не смогу пройти дальше по уровню. Здесь я немало времени потратил на прокачку. Вот, видите? Теперь я не могу. Дальше придётся теперь всё взрывать. Оп. Когда убьёшь его со спины, то всего лишь за один удар. Оп. И так же с остальными. И так же с остальными. Получается типа как... Спелс. Так, а вот внизу что-то я не помню. Кто там был. Надо тоже быть аккуратнее. Оп. Так. Теперь мне нужно... Что мне нужно? А если бы... Вот эти вот ящички я взорвал. Сейчас попробую. Вот эта вот дверь закрывается и я не могу пройти. Поэтому... Нужно было пройти так вот по стелсу. А, да и сейчас... Теперь уровень 1.4 будет последний. А теперь вертолёт. Прячемся от него до вот этого платформы и отбиваемся. Кстати, музыка тут во всех уровнях одна, но она классная. Музыка тащит. Вовремя успеваем прогибаться. Ах, временем с тачками. Музыка тащит. Музыка тащит. Музыка тащит. Музыка тащит. Музыка тащит. Все, тачки прошел. Платформы. Платформа падает. Музыка тащит. Музыка тащит. Музыка тащит. Музыка тащит. Музыка тащит. Так, тут я помню, надо вроде убежать полево. Музыка тащит. Но сначала мне надо было увидеть а у чувака, который гранат находится. Музыка тащит. Музыка тащит. Музыка тащит. Как бы так вправился. В общем, я не областал. Три гляния. Ааааа. Нет. Но сначала пути. Есть. Теперь гимназад. Зараза. Ладно. Ладно. Пусти. Сначала сейчас. Оп. Оп. Так. Отходим и добиваемся. Следующий бой, сейчас выправлю, не помню. Все, теперь бьюн и мощный аргалют. Но в прошлый раз матча очень долго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не последний ногор остался Есть Так Оружей теперь назад Ура Черт, придется снова? Мне нельзя разбивать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, служи Не финал Не потребляю Заст APances Шаг Черт Харня Субтитры сделан Субтитры сделал DimaTorzok и а он и 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 кстати в фильме я не помню что он сражался с вертолетом ни в одной из частей и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...